Привет всем, меня зовут Галинка, и это мой альтернативный взгляд на город Екатеринбург. Так тупо. Мы находимся в парке Маяковского, как я и обещала, после визы мы пришли сюда, потому что здесь мы снимали первый выпуск своей новой рубрики «События». Мы снимали здесь фестиваль барбекю. Так вот, мы находимся в парке Маяковского, снова. У этого парка есть замечательный сайт, я скину ссылку в описании. В нем говорится, что еще в 1880-е годы на территории парка располагалась Мещанская роща, где устраивались народные гуляния. А так и не скажешь. Интересно, где она именно здесь располагалась? В 1932 году архитектор Домбровский предложил основать парк отдыха. Я лет 10 все время, что живу в ЕКБ, задавалась вопросом, почему же именно Маяковка обзывают жители этот парк. Ты знаешь почему? Нет, я не знаю. Я узнала. Потому что в 43-м году парк получил имя Владимира Маяковского в связи с 50-летием поэта. 50 лет, между прочим, это не хухры-мухры. Между прочим, в это время могут и парк вашу честь назвать. Коняшки. Здесь написано, что первоначально посередине парка, рядом с центральной аллеей располагался небольшой пруд. Видимо, место пруда сейчас фонтан. Располагался небольшой пруд, имелись танц-веранда с летней эстрадой и три аттракциона. Это зов? Мы все умрем? Смотрела Лост. Да. Мы вместе смотрели Чуксю. Где пруд-то? Пруд! Нету пруда. Есть куча фонтанчиков и один большой фонтан. Почему здесь это ноги и только женятся? Это, да, мужская. Это как бы тоже мужская. Галь, иди срочно поцелуй меня. Слушай, я поняла, смотри. Может быть, это... Что это? Типа, если девочка... Она ему ногу закидывает на бедро, да? Огромный размер? Нет, она делает вот так. А-а-а! Смотри, какое красивое дерево. Дерево карьеры. Ну, вот, видимо, где-то здесь может быть, мы не знаем точно, но может быть располагался небольшой пруд. Тот самый. Но не так. Фонтанчик красивый. Полезен купаться, да? Нет, мы же не помжи. И не выпускники, слава тебе, господи. И не ВДВшники. Я без жилета не купаюсь. Обидно рукавничков. И на рукавничках. Знаешь, таких рыженьких? На рукавничке, жилетик, круг с уточкой. С 28 августа 63-го года у центрального входа был открыт планетарий. Я люблю планетарий. А где тут планетарий? Нету тут планетария. У центрального входа был открыт планетарий, но не закрытый. Демонстрировалось звездное небо на всех широтах. Суточное вращение звезд и расположение планет. Короче, было очень весело, но сейчас что-то как-то не очень, да? Дебры весело. Я нашла про фонтан. На кануле дня города в парке был открыт уникальный цветовый музыкальный фонтан-созвездие, которому нет аналогов в Уральском регионе. Диаметр чаши фонтана составлял 15 метров, хрустимостью 53 кубических метров. Офигеть! Он брызгается! Бежим, бежим! С помощью подсветки достигался эффект 20 оттенков, а высота и форма струи давали 25 картинок. Блин, у меня прям гордость берет, что такого больше нигде нет на Урале. Это же круто. Слушай, это прям офигеть. Они что, каждый день это меняют? Это по типу календаря цветочного, и ты не поверишь, я отдыхала на юге в детстве. Я сейчас не помню, в Анапе или в Сочи. По-моему, в Анапе. То же самое было. Вот то же самое было. Тоже в Центральном парке, перед морем. Было тоже огромное, ну, конечно, больше табло. На нем тоже цветами указывали каждый день, указывали календарь. Ну, как бы, то есть меняли ежедневно цветы. Я помню, мы с папой подловили их в один из тех, среди тех отпусков, когда мы ездили туда в течение многих лет. Мы один раз их подловили, они меняли часа целых два дня. Обалдеть! Это прям вообще... Но этого больше не было. С 15 лет это было одиннадцатый раз. Блин, наши тоже что-ли? Ну, ладно. Хорошая идея. Не их идея, но хорошая. Ладно, красиво. Это просто возмутительно, друзья. Там-то были цветы настоящие, там-то реальные грязки делали. Здесь-то искусственные. Ты посмотри. Это искусственные, друзья. Халтурщики. Я в шоке. И эта штука искусственная. На юге все было настоящее. Боже, Анапа, я люблю тебя, Сочи, я люблю тебя. Я в шоке от этой пародии. Бинозавры, не знаете, где стоят они? Вот, сюда и налево. Спасибо. Не за что. У центрального этого фонтана, огромного созвездия, есть указатель, куда идти. Мы его приметили, но не думали, что он серьезный. Давай пойдем на литературную аллею. Пойдем. А где она находится? Литературная аллея, это туда. Пойдем. Пойдем на левую. Пушкин. И грибоеда. Удивительно, ни один не испорчен. Зная местных вандалов, почему? Маяковка не толком не охраняется, ход свободный. Удивительно, что не тронули. Хотя, может, не тронули, потому что уже ликвидировали последствия. Прям респект и уважуха. В смысле, почтение мое. Как лапша на дереве. Интересно, кто-нибудь уберет это? Собственно говоря, вот и виновник торжества. Маяковский? Эй, а почему никуда не написано что-то вон? Там, типа, табличка была, которую оторвали. Ну вот, а ты говоришь, вандалов нету. Да, уж что-то я подключилась. Мы, конечно, знаем, что это вон, но где-то не повод оторвать табличку. Зачем ты громко не научишься? Еще один указатель? Что там такое? Указатель этого никуда. Мы, в общем, хотели найти животное. Здесь раньше был контактный зоопарк. Можно было покидать хлебушек через забор, даже если нет денежек на вход. А тут, в общем, теперь батутный городок. С ней, пожалуйста. В общем, мы, наверное, пойдем покажем вам памятник мотоциклистов, который меня очень сильно удивил. Я не знала, что это памятник мотоциклистов. Я просто думала, что это какая-то непонятная, абстрактная скульптура. А оказывается, это целая памятник, у него целая история. Здесь еще есть аттракционы, которые мы не можем снимать. В общем, здесь очень много аттракционов для взрослых и детей. Есть хорошие, есть не очень. Папа, отвези меня в Магугли. А то есть мама уже стоподово не отвезет. Наверняка это должно быть клево. Мне прям хочется туда... Фу, сколько пахнет коняшными какашками. Странно, а кучки нигде нет. Заимка. А что это? Это еда или что? Кому-то лишь бы пожрать, я смотрю. Я голодная. Да, это просто зона отдыха. По вопросам заказа обращаются к администратору. Это, короче, звонишь, приезжаешь сюда и тишь в беседке, видимо, с другими беседками. Мы решили дойти до памятника мотоциклистов с необычным путем. Если заходить со стороны Шерса, то перейдя по мостику направо и упретесь в этот памятник. Но, правда, очень долго придется идти. Мы решили пойти по-другому, через центр. Не делайте так. Мы соберемся от всех комаров и прочую летающую дрянь. Но вид хороший. Здесь идти... Ой, как-то не знаю, даже дышится лучше. И лесенок здесь очень много, будьте готовы на пути к этому памятнику. Интересная информация-то у меня о нем есть. Я просто знаю, что памятник мотоциклистам посвящается именно тем мотоциклистам, которые участвовали в войне. Кажется, у меня нет интернета, и я не могу зайти на этот хороший сайт парка и представить полностью историю. Но вы можете ознакомиться с ней на сайте. Видела здесь куча бегунов. Мотивирует? Нет, я не вижу бег. Я лучше в тренажерке сдохну, чем буду бегать по городу, лесу или где-то еще. Да. Похоже на больших гигантских змей, и у нас, походу, садится батарейка. Мы, в общем, шли... Покажи, мы шли оттуда, мы шли далеко. Таких вот перевалов, лестниц было несколько, мы все решили не вставлять в видео. Вот нам уже виднеется памятник мотоциклистам. А так это вот эта вот память? Мы говорим, да-а-а, ты что думала? Ты думала, что здесь будет? Что ты думала? Я думала, что вот тоже, а ты думала, что скажешь? Я вообще ничего не думала, если честно. Я кучу раз мимо него ходила и думала, что это за фигня. Мы гуляем, но видишь, здесь очень тихо. Мы там были, там было громко, там несколько работало площадок с микрофонами и прочей лабудой. А здесь тишина, здесь только вот мамочки с колясками, с маленькими детьми. Здесь хорошо, здесь прям можно отдохнуть. А стих про бляди-то он написал, да? А вот почему ты именно это его просто вспомнила?